МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Готовьте, Сане, летом и думайте о будущем уже с юных лет", советуют нам специалисты, поэтому прямо сейчас мы поговорим с нотариусом города Красноярска, членом правления Нотариальной палаты Красноярского края Татьяной Бутиной. Мы обсудим, что такое договор ренты или пожизненного содержания с иждивением. Для молодых людей заключение такого договора – это способ в будущем стать обладателем квартиры, не влезая в ипотеку, а для одиноких пожилых людей. Такое соглашение – это же возможность сделать свою жизнь, свою старость более обеспеченной. Доброе утро. Доброе утро, Татьяна Викторовна. В чем же, собственно, суть заключается этого самого договора? Ренты и пожизненного обеспечения. По договору ренты, получатель ренты, точнее, не так, по договору ренты передается имущество, а плательщик ренты обязуется делать либо периодические платежи, либо предоставлять содержание тому, кто передал им имущество, либо указанному ему лицу. Смысл этого, так скажем, этой нормы и возможности воспользоваться этим договором, ну, в контексте, вот, допустим, в нашей встрече, и чтобы было понятно зрителям, самое большое распространение этот договор получил в случае, когда заключается гражданами договор о передаче имущества, земельного участка, либо квартиры, а им предоставляются платежи, предоставляются встречные, это могут быть просто периодические платежи ежемесячные, либо это может быть пожизненное содержание с иждивением. В чем отличие этих двух договоров между собой, да? Как я сказала, первый вариант, это когда предоставляются периодические, ежемесячные, это денежные платежи, они должны, размер их должен быть не менее прожиточного минимума для того субъекта, где заключается договор. Ну, например, если мы берем Красноярский край, в случае с прожиточным минимумом для пенсионеров, на сегодняшний день это где-то 9 тысяч рублей, эта цифра варьируется, ну, таким образом. Мне кажется, на 9 тысяч рублей мало кто согласится, наверняка эти суммы больше по факту-то, да? Ну, наверное, да, но это стороны определяют, это я вам говорю в законе, что указан, да, минимальный размер вот этих периодических платежей, которые должны быть по договору ренты произведены. Если же это пожизненное содержание с иждивением, то там помимо, то есть там из самого термина уже понятно, что предоставляется содержание, а именно это может быть уход, это может быть обеспечение, так скажем, жизни, да, человека. Там могут быть медикаменты, услуги туда могут быть включены, ну и, безусловно, предоставление проживания в этом жилом помещении, которое передается по договору ренты. Соответственно, вот в этом случае минимальный размер, которому должно соответствовать и вот это предоставление, весь комплекс этих услуг, которые предоставляются каждый месяц, должен быть не менее двух минимальных, не минимальных размеров оплаты, а вот этого, двух размеров прожиточного минимума. А как потом оформляется вот это дарение, дарственное? Или это просто по договору квартира, жилое помещение, либо земля отходит? Совершенно верно. В этом и есть суть договора ренты, что по договору ренты, как я сказала, передается имущество. Получатель ренты передает имущество, а плательщик ренты уже предоставляет вот это содержание, либо платежи, можно так сказать. И в этом случае, если у человека, за которым ухаживали, чью квартиру хотят передать, есть какие-то законные наследники, они в этом случае уже совершенно не имеют никакого права на недвижимость или землю. Да, так как по этому договору имущество, которое передается, переходит сразу в собственность плательщика. С того момента, как договор заключается. Договор этот подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Для того, чтобы его заключить, нужно обратиться к нотариусу. После заключения этого договора нужно будет обратиться в многофункциональный центр либо в Росреестр для регистрации перехода права. И правособственности на этот объект, который был передан по договору ренты, переходит уже к плательщику ренты с этого момента. Но у него на весь период, это если мы говорим о пожизненном содержании с сожделением либо о пожизненной ренте, на весь период жизни получателя ренты возникает обязанность выполнять вот эти работы, услуги, делать платежи в зависимости от того, каким образом будет заключен договор. Можно ли его потом обратить назад, если вдруг кто-то не выполняет свои условия? Ну, в частности, тот человек, который, например, должен ухаживать за престарелым человеком, ну вот он несознательно или сознательно не делает этого. Да, безусловно. Если не выполняются условия договора, так как действительно мы уже имущество передали, мы свою обязанность выполнили, выполнили, сразу, да, это произошло. У второй стороны длительные обязательства получаются перед нами. И всякие могут быть обстоятельства, и действительно, может быть, что и недобросовестные какие-то, так скажем, да, стороны появляются. Такой договор может быть оспорим в суде. Но в случае, если, конечно, они действительно не соответствуют тому, о чем стороны договорились. Поэтому очень важно, чтобы в самом договоре изначально были четко прописаны условия, на которых передается это имущество, как люди оговорили. Особенно если говорить о периодических платежах, это легко проверить, это легко доказать. Все, вот там, на счет поступают деньги. Если они поступают в надлежащий период, значит, все обязательства выполняются четко. Если же говорить о предоставлении услуг, это действительно более сложный способ учета. Тут все-таки нужно каким-то образом между собой это все регулировать и подробно расписывать, для того, чтобы потом меньше было возможностей для оспаривания подобных договоров. Ну что ж, большое вам спасибо за такую полезную информацию. Спасибо большое. Для многих наших телезрителей эта ситуация сейчас прояснилась. Да, но мы напоминаем, в наших гостях был нотариус города Красноярска Татьяна Бучина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»